Музыка Всем привет! С вами программа Handmade И я, Кузимбаева Алтанай, расскажу вам не только о форшских студентах IT-университета, но и об интересных мастерах, для которых рукоделие является одним из ключевых моментов жизни. Как сказал однажды известный французский писатель и поэт Антуан де Сент-Экзюпери, «Счастье – это трата себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти». Так и гости нашей программы создают изделия, которые оставят хоть и маленькую, но память. Сегодняшний гость нашей программы – творческая личность, Алюбек Нургалеев, студент второго курса специальности в этой ИПО. Алюбек сравнивает себя с весной, а точнее с ее серединой, когда все начинает расцветать, приобретать новый образ. Так же, как и в его жизни, появляются новые идеи и новые моменты. Я люблю все. Я очень разнообразный человек и стараюсь увлекаться всем. Мне нравится много читать, рисовать люблю. В то же время я люблю такие точные науки, как математика, физика. И очень люблю создавать. Создавать что-то со своими руками, что-то новое абсолютно. То, что новую фантазию придет, тот же осуществить это. Своё свободное время отдается творению. Даже во время скучной лекции Алюбек открывает свой блокнот, который, кстати, сделал сам, и начинает просто рисовать. Ту картинку, которая уже есть в голове. Начал где-то с детства. В детстве, когда я очень любил, как раз на мечах получается, что-то палки где-нибудь взял, сделал из нее меч, и все, и грязь. Ну, это так детские забавы были. А уже потом, по часу я живу в частном доме, и в частном доме всегда нужно что-то делать. Всегда нужно что-то, работать с инструментами. Ну, мне это понравилось, и особенно понравилось работать с деревом. И я так просто посмотрел то, что хендмейт, это сейчас появляется такая уже мода где-то по городу, что ли. Каждому мне нравится то, что сделано своими руками. Это больше ценится как-то. И это будет всего лишь в одном экземпляре. После окончания школы Алюбек долго думал, куда поступать, в медицинский университет или наш родной IT. Согласитесь, выбор не из легких. Но и все же Алюбек не жалеет, что в своей будни он слушает лекции по программированию, а не по анатомии человека. Здесь же, в стенах нашего университета, Алюбека посетила мысль. Почему бы не делать изделия для всех? Ведь это круто, когда ты занимаешься любимым делом, и это приносит тебе хоть маленький, но доход. Сначала я смотрел разные видеозаписи на ютубе, как делать. И еще смотрел других хендмейдеров. Как они делали, записывая свои идеи, что создавать. И уже думал, как это сделать самому. Ну и потихоньку начал делать, делать. А со временем начали накопляться все эти мои подделки. И я подумал, по идее, их можно еще и продавать. Открыл небольшой инстаграм-магазинчик. У Алюбека свои взгляды на жизнь. Любит читать интересные книги, где поступки персонажа можно сравнить со своими. Любит загадки и искать смысл там, где его нет. Помимо значков я еще делаю браслеты. Допустим, вот на меня два браслета. Один называется браслет выживания, второй постер. Это уже вязаные из пары корда браслеты. Также иногда делаю серьги. Ну и бывают некоторые такие проекты и просто для себя делаю. Я до сих пор еще в реализации этого проекта. Я думаю, как расплавить алюминий и сделать из алюминия, получается, свои фигурки. Хочется, я сначала из парафина вырезал фигурки, потом я сделал гипсовую форму из всего этого, убрал из парафина. И сейчас я уже думаю, как в домашних условиях расплавить алюминий. и сделаю, получается, фигурку выйдить. Все, что Алибеку нужно для реализации своих идей, это хорошая музыка и вдохновение. Вдохновение, это у меня из музыки я больше беру. Просто, когда слушаешь хорошие песни или сам играешь, я на гитаре играю, поэтому это больше поносит всякие интересные идеи, фантазии. И хочется творить, что-то создавать. В этот момент, после, я записываю все идеи, все, что приходит на ум, я все записываю. А уже потом смотрю на эти и думаю, как их реализовать в жизни. А так вдохновение можно чем угодно найти. После даже подарка на день рождения ты думаешь, что купить или что можно самому сделать. И ты хочешь, если человек дорог, хочешь что-то особенное сделать. И уже делал своими руками. А вы спросите, как же делаются такие значки? Сначала Алибек находит привлекательную картинку, которая в будущем будет выжжена на дереве. Затем рисует ее на фанере, ручным лобзиком выпиливает картинку и шлифует края наждачкой. Потом с помощью выжигателя обводит контуры или красит акриловыми красками. Затем значок покрывается несколькими слоями лака. И вот последние штрихи. Сзади выпиливается небольшая бороздка по длине булавки, которая крепится к значку с помощью специального раствора эпоксидной смолы и отвердителя. Изделие оставляет на 15-16 часов. И вот, вуаля, значок готов. И еще раз лет выживания. Я воспитываю из паракорда. Вообще, сплесива была довольно-таки сложная, поэтому мне пришлось сделать из бусков станок специальный. Ее можно было сделать, как бы зашнуровать, так сказать. Самое полезное выживание, чем полезнее, то, что это 4,5 метра хорошей такой вегревки, которая может выдержать где-то до 80 килограмм. И если человек, допустим, где-то заблудился или что-то произошло, где нужна именно плотная вегревка, он может спокойно расплести вот здесь браслет и получить спокойную вегревку. Я ее плев, получается, из двух шнуров, да. И поэтому ее можно надевать, как и вот так, или просто вывернуть его, и тоже получится довольно-таки красиво. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо за ваше внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok